вот сейчас буду их вам задавать тема у нас про антихрупкость мы находим сейчас все состояние как угодно можно назвать стресса турбулентности или вот как в этой книжке написано сейчас я про нее тоже скажу чуть попозже сингулярности вот неизвестно как мы далеко туда дошли но нас интересует как это все сказывается на обучение в частности на обучение на дополнительном обучении поэтому первый вопрос я предлагаю второй микрофон тоже отдать нет второй чтобы как бы это все-таки была дискуссия а потом мы его заберем первый вопрос звучит так какие бизнес-модели дополнительного образования становятся актуальными двадцать втором году как меняется формат и маркетинг а может быть даже задачи и цели ну давайте начнем по порядку выступления александр на мой взгляд 22 году появляется больше гибких моделей и более коротких моделей одна история даже уже ответ на один из моих вопросов да это коротенькие модели второй подход который сейчас ощущается это обучение по подписке новая модель когда можно относительно небольшую сумму например оплачивать один раз каждый год через три года получить такой ценный такой необходимый некий документ который надо куда-то там сдать или положить потому что знание в мы хотим получать по мере того как они появляются самые новые самые свежие в законодательстве в санкциях еще в чем-то а вот документ это же формальная история ее можно получить там через три года а то есть длинные формы в дополнительном обучении пока будут отходить на второй план я боюсь что да потому что целевые ориентиры сейчас немножко сбиты и мало кто планирует вообще говоря бой больше чем на полгода но короткие вещи продавать гораздо сложнее гораздо сложнее интереснее понятно то есть да посыпать голову пеплом и учиться продавать маленькие дешевые программки обязательно дешевые но маленький ну да маленький а вот это да существенно константин николаевич я думаю вот сейчас следующий этап это время гибридного образования поэтому очень впечатлил понравился сегмент выступление дмитрия где они уже пытаются это реализовать потому что действительно мы и мыслим по-другому уже и инструменты другие не на днях прочитал что сша только 10 процентов работников готовы работать в прежнем режиме как до пандемии все профессиональной жизни у нас компания тоже чувствую этот гибридный режим работы перешел а вот в образовании это еще не так очевидно но вот я убежден что как раз вот дальше работа а не только вот по созданию инструментом что даже каждая конференция провести ее довольно проблемно решить эти проблемы все где кто стоит чтобы и одно показывать и других и из ютюба чтобы вопросы задавали в общем до сих пор это не так реально на самом деле вот и наша голова еще все работает там в старых канонах вот это эти процессы еще требует лет десять вместе с понятно дмитрий два тысяча взаимоисключающих мне кажется первое такое ощущение что дополнительное профессиональное образование становится непрерывным как бы до конца жизни для университета третьего возраста да то что называется нету революции конца на есть начало с одной стороны с другой стороны она становится вот сандра именно гибкая до применил мы его поддерживаю я смысле александра разные формы разные инструменты но все это непрерывно агрегация разных источников образовательных в рамках одного непрерывного процесса вот мне тоже кажется вот такая тенденция ну отчасти вот о чем я говорил да индивидуальный план развития ну на год вперед это классика уже там на 5 лет люди смотрят да что чем им заниматься как им строить карьеру куда идти как развиваться и все это в рамках вот этого требования непрерывного постоянного опять же по-обрядческий да учиться 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 еще раз учиться спасибо оксана лаверды история про навигацию она я бы не сказала не 22 года там 23 и дальше потому что потребность в том чтобы человек пришел и сказал у меня есть вот такой вот карьерный план что мне надо сделать да и где мне надо поучиться сейчас пока это потребность закрывается и чар-консультантами всяческими консультантами карьерного роста почему это не делается на стороне образования я пока не знаю хотя это напрямую наша задачка мы понимаем где кого тип каким модулем мы можем научить и я бы вот эти деньги у карьерных консультантов забрала а с точки зрения вот того что уже в реальности это сокращение времени да то есть выжимка как в книжках очень востребованная очень востребованный сервис 400 страничная книжка нон-фикшена за четыре минуты или там за четыре страницы то же самое можно мне пожалуйста вот это же самое без воды вот это короткая концентрированная насыщенная обучение и как только вы говорите что вы сокращаете людям экономите людям время вы можете брать за это дольше вы можете сидеть шесть месяцев и слушать лекции и это стоит столько-то вы можете за неделю концентрированно с хорошей решением подойти заплатите за это время оксана не передавайте микрофон давайте в обратном порядке пойдем опыт пандемии двадцатого двадцать второго года он помог или навредил для нашей нынешней ситуации я имею для новой турбулентности было был ли это для отрасли стресс укрепляющий или калетящий но опять же я могу за свою поляну ответить и то что то что я видела в реальности сначала я безумно обрадовалась наконец-то мы кому-то стали нужны мы в 15 лет прыгали вокруг где есть дистанционное обучение смотрите какие классные штуки мы можем делать и тут внезапно мы нужны и оказались этим пяти тысячам учителей которые хотят настроить зум потом стало плохо потому что ты понимаешь что ты микроскопом забиваешь гвозди людям надо научить пользоваться ватсаповскими чатиками а ты им что-то там про методики и не знаю перевернутого класса я бы сказала что это был шок как любой шок это усилило тренды кто был готов двигаться в сторону цифры они продвинулись быстрее те которые были в саботажниках они стали еще более саботажниками и по разным предметам по разным направлениям по разным уровням образования это очень и по разным регионам это очень по-разному у меня есть прекрасные ребята которые учителя школьные которые прям продвинулись круче мультимедийных продюсеров есть учителя преподаватели вернее журфаков которые нет только в живую только в аудитории они не иначе они не постигнут мою теорию медиа поэтому усилило что негативные что позитивные на какой стороне на белой линии черные вы работаете это уже ваш выбор дмитрий момент аморы история-то не закончилась нас еще обезьянья оспу ждет частью да отвечая в прямую на вопросы моей точки зрения конечно это усилило и помогло значительной степени может быть кто-то помнит самое начало вся эта история когда выяснилось что во многих если не в большинстве организаций которые пропагандировали говорили у нас есть дистанционное обучение оказалось что она просто не работает в этой истории хотя вроде бы как бы для этого и должно бы было предназначено все правильно война началась половина техники не работает да 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 обычно вот и конечно это позволило посмотреть объективно на технологии вытащить из них изъять то что не работает и наоборот приподняет то что работает я свою ну технологической колокольни смотрю на этот вопрос вот александр моего у моего одного товарища во вконтакте был очень интересный статус относящийся к его внуку фраза звучала такая внука отдали на работу и через четыре дня он вернулся домой и сказал меня уволили а за что сказали делаю я много эффекта мало это я прочел да у меня возникло ощущение что за время пандемии во первых во время пандемии я отказался просто консультировать вообще всех я сказал что про осмысленное дистанционное обучение речь не идет там надо было спасать эффект спасения это в короткий промежуток времени нужно прийти и сделать за людей на то чтобы помочь там сорока тысячам школы естественно ни сил ни возможности у меня не было вот эффект долгосрочный да большая часть людей у которых получилось включить зум настроить чатики и начать переписку они посчитали себя уру в дистанционном обучении хотя к дистанционному обучению этот процесс отношения не имел поэтому с одной стороны сейчас мы пребываем вот в этой ловушке когда у нас есть порядка двух миллионов людей так или иначе имеющих отношения системе образования считающих что они про дистанционную и на самом деле и ненавидят еще и ненавидят и каждый это было восхитительно наблюдать целый год как они искали подход и к чему бы прикопаться а ваш зум не работает с группами заплатите за него начнет работать с группами там что то не так работает выше спроектируйте а нельзя в зум и одновременно значит владивосток и калининград есть асинхронное обучение и вот они все время пытались найти какой-то негатив на сегодняшний момент от негатива все таки шквал уже отходит в сторону эффект отрицания заканчивается начинается эффект принятия я надеюсь там ближайшие два три года мы дойдем до осмысленно осознанного я я насколько помню с девяносто восьмого года внедрение дистанта сопровождается ненавистью только не в таком объеме это было в свое время как бы его не называли дистанционное электронное давайте назовем гибридное но рано или поздно все равно эффект ненависти он будет приходить константин а мне кажется все очень быстро забывается уже думаешь и не было этого никогда но мы следили смотрели по статистике бс использование литературы в вузах у нас в тот год поднялось где-то процентов на 30 трафике статистика и потом также благополучно все ушло как будто не было но мне кажется вот такие вещи помогают лучше понять какие-то очень важные вещи важнейшая вещь что образование это не получение знаний сейчас говорят будет еще исследоваться дальше что что пошло не так или дети разучились писать ручкой вот а вот для студентов например ведь колоссальную важность имеет вообще не то что они учат там мы приходит важно что они там вместе и то что это сама среда такая быть студентом а не там учить математику или физику вот недаром гарвард там или ельский университет зарплату у них там в разы выше чем у других не потому что они там лучше программы прошли а потому что они формируют вот такие социальные сети потом по всей жизни будут помогать как они связаны друг с другом и совершенно на другой статус выходит вот этого вот общения конечно никакая дистанционка никогда не заменит коллеги давайте можно дополню еще я еще такие два момента хотел бы выделить и обратить на них внимание во время пандемии когда все сидели по домам и никуда не переходили было минимальное количество срывов совещаний мы стали идентичны к своему времени мы очень четко соблюдали тайминг как только мы вышли из пандемии у нас начали переноситься совещания на полчаса на час на два и стало абсолютно невозможно назначать встречи мы опять вернулись в формат полной непредсказуемости это один момент да и второй второй момент который тоже хотелось бы отметить изменение каналов коммуникации если до пандемии мы с легкостью воспринимали часть информации по электронной почты то за время пандемии нас заспамили телефонами звонками и почтой настолько что вот последние там три крупных мероприятия собирал исключительно по чатам и это на мой взгляд это вот первый шаг если продвинутые люди переходят только к общению в чатах на письма перестают реагировать значит меняется модель коммуникации прекрасно александр ты предвосхитил следующий вопрос я попрошу следующие вопросы блиц отвечать по минуту не больше чтобы людей не отвлекать от будущего обеда новые методики форматы медиа в дополнительном обучении что является трендом сейчас и что ждать в ближайшем будущем а через пять лет я понимаю что на этот вопрос трудно блицам но вот постарайтесь пожалуйста в любых константин ну я все же всю свою жизнь жду интерактива когда мы начинали как первое электронное издательство мы вот верили что придут в обучение вот эти вот всякие там движущие штучки а потом нам объяснили что там анимация стоит миллион в минуту и собственно с этим объяснением до сих пор мы живем и до сих пор ждем когда там задвижется и когда эти учебники наполнятся интерактивами пока ничего не изменилось на самом деле очень сильно жду большого внедрения симуляторов для тех вещей которые невозможно реализовать другими подходами ну условно говоря симулятор ядерного реактора симулятор пожара в торговом центре и все остальные вот такие ну Росатом уже сейчас способен такие симуляторы пытается это дорого это дорого в том то и дело и на сегодняшний момент обучающий эффект от этого симулятора пока не понятен ну летчиков то давно уже учат на симуляторах учат да но только летчиков я не видел чтобы педагогов учили на симуляторе а мне очень хочется да 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 почему нет а прекрасная идея это достаточно большой стресс особенно когда половина из них не хочет тебе смотреть в глаза не хочет тебя слушать и воспринимать это прекрасная идея вести в зуме диалог с 50 ботами которые ведут себя примерно как ученики и смотреть кто-то матерится кто-то задает умные вопросы кто-то и так далее не надо спорить хорошо Дмитрий продолжение ответа Александра на куинекции есть симуляторы ну моделирования атомных реакций в атомном реакторе в частности в нашем проекте по подводным лодкам там реально действующий тренажер но это это секрет правда в смысле в смысле сама модель она секретная значит там по понятным причинам вот а что касается каких-то перспектив ну я по части вот в самом выступлении попытался их обозначить да ближайшие вещи конечно мне кажется действительно это гибридные форматы гибридные форматы они с одной стороны решают ту проблему о которой Александр говорил о том что они организуют в большей степени потому что там цифра да там все плотненько как бы в сетке и прочее а с другой стороны позволяют все-таки личным контактам и все это дело организовать и второй тезис тоже из моего же моей же презентации это заметное упрощение связи устройств и цифрового обучения когда я могу лабораторную работу на самом деле у нас был достаточно давно лет 15 проект в Виннице в Виннинском технологическом национальном университете когда они свои лабораторные установки связывали системы дистанционного обучения студенты проходили обучение в ЛМС но с реальными и здесь тоже в одном из вузов кстати говоря в Москве там экономические симуляторы стояли вот мне думать что туда тоже потому что все очень просто теперь в смысле там китайских флешек да в кавычках вот и где-то это очень рядом Оксана я как реалист скажу что тренд это скорее переупаковка то есть было в виде текста сделаем в виде подкаста сделаем в виде видео в виде анимашечки какой-нибудь это то что делает я знаю что этот тренд уже должен быть двадцать лет да 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 шел тридцатый год как мы рассказываем про то что пдфка это не лучший способ представления текста в интернете и еще пятьдесят лет будем про это рассказывать не вопрос это как реалист и я смотрю что и редакторы и преподаватели учатся под это то есть они где-то услышали что люди по-разному воспринимают информацию и они готовы это как-то переупаковывать как романтик и фантазер через год мы хотим показать VR-овский тренинг как раз где журналистов тренируем в VR-пространстве где персонажи которые внутри новеллы существуют они реагируют по-разному на разные действия журналиста и в конце полностью мы показываем весь цикл подготовки материала и реакции общества на него это то что мы можем сделать в живую в экспедиции но вывести в экспедицию дорого VR тоже дорого но все равно дешевле чем всех вывозить когда я слышу что Оксана обучает журналистов я всегда про себя говорю что у преподавателей через пять лет будет то же самое что сейчас у журналистов журналисты вынуждены рынком сейчас вертеться искать новые формы преподаватели пока еще не совсем так ну вот помните мое слово все медийные новости которые проходят через журналистику но сначала они через порно проходят на самом деле а потом через порно сайты а потом они приходят в реальное большое общество и в том числе приходят и к преподавателям в общем все по маклюину как мы любим ну можно порно закончим есть формат который вы наверняка использовали и видели как другие приличные люди его использовали но который был придуман для порноиндустрии это онлайн конференция вообще на самом деле это начиналось с показа девушки и чата с тем кто ее заказывает а потом президенты начали проводить онлайн конференции поэтому действительно там протестируется взаимодействие там тестируется интерактив и дальше начинается адаптация этих технологий для нормальной жизни все новое в педагогике искать в порно вообще когда я работала в электронном городе с Сашей Лариновским кстати у нас был дежурный по порно сайтам который ходил проверял что там интересного и мы это в игровую индустрию притаскивали это нормально да то есть цепочка такая порно игры журналистика преподавания то есть все то что над чем я про форматы говорю если что да в принципе и про это тоже когда сейчас образование наступает на те грабли на которые мы в медийке наступали на границе двухтысячного и я совершенно спокойно могу менять слово журналист или редактор на преподаватель и менеджер образования и это все будет актуально то есть можно просто тырить оттуда решение смотреть что из этого а еще рекламу я забыл из рекламы тоже очень много можно потому что она умеет доказывать умеет объяснять формат и манипулировать да и манипулировать да все как мы любим преподавателя это Продолжение следует...